Кабельные каналы вновь смогут размещать рекламу. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении поправки в закон о рекламе. Разрешение вернуть в эфир платные ролики получат спутниковые кабельные каналы, которые размещают национальную продукцию. Подробнее об инициативах народных избранников в обзорном материале программы. В эфир кабельных и спутниковых каналов вернется реклама. Поправки в соответствующий закон одобрили депутаты Госдумы. Однако условием для получения разрешения на трансляцию рекламы станет наличие на каналах как минимум 75% национальной продукции. Это та продукция, при производстве которой иностранные вложения не превышают 50%. Законопроект разрабатывался в основном для регионов, где рекламные ролики – это основной способ получения средств. Тем временем Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении нашумевший закон. Он касается лишения прав у тех автовладельцев, которые имеют долги по алиментам. Новый закон дает судебным приставам право вводить ограничения на управление автомобилем или судном. Причем речь идет не только о неуплате алиментов, но и о неисполнении других обязанностей, связанном с воспитанием ребенка. Права останутся лишь у тех, кто зарабатывает на жизнь вождением автомобиля, а также у должников-инвалидов и тех, у кого задолженность не превышает 10 тысяч рублей. А в Министерстве образования и науки России ищут способы остановить рост цен на обучение. Ведомство направило во все вузы страны письмо с рекомендацией не повышать стоимость, за исключением изменения уровня инфляции. В документе подчеркивают, что по закону вуз не имеет права изменять цены на обучение по уже заключенному договору на протяжении всего периода учебы, опять же, не считая уровня инфляции. Рекомендации министерства коснутся в том числе и негосударственных вузов. Аналогичные письма будут направлены в субъекты России для контроля за ценами на обучение в детских садах и школах. Рекомендации министерства коснутся в субъектах.